А вот это вы точно не знали. Никогда не наматывайте сухую леску на головку триммера. Перед началом работы замочите леску на 20 минут в кипятке. Или замочите в холодной воде на сутки. Нейлон любит воду. От этого он становится намного эластичнее и долговечнее. А вообще, производитель рекомендует хранить леску в емкости с водой. Если присмотреться, то можно увидеть специальный значок на упаковке. Но это реально гениальная идея по применению саморезов по металлу. Отрежьте болт, сделайте сквозное отверстие и нарежьте резьбу. Закрутите саморез по резьбе, получится вот такой аналог фрезы. А теперь возьмите деревянную рейку и заплясывайте подшипник. Вставляем болт в подшипник и получаем вот такую приспособу. Ну а дальше все просто. Фиксируем планку и включаем шурик. Отверстие можно делать на любом материале и даже на металле. Никогда не склеивайте порванную купюру скотчем или бумагой от папирос. У вас их попросту не примут в магазине или банкомате. Возьмите густой клей ПВА и налейте в крышку. Затем с помощью зубочистки нанесите клей на торец купюры. Подложите пустую бутылку и склейте две части. Клей к бутылке не прилипает и в итоге вы получите незаметный результат. Возьмите обычный пульверизатор и закачайте туда силиконовый герметик примерно 10 грамм. Затем возьмите растворитель, но лучше white spirit и залейте 10 миллилитров. Размешайте до состояния молока и у вас получится силиконовый спрей. Ничем не хуже магазинного аналога, который продают за бешеные деньги. Что делать, если села большая круглая батарейка, а у вас в наличке только пальчиковая? Возьмите черенок от лопаты и отпилите небольшой кусок. Затем сделайте отверстие по центру и запрессуйте туда пальчиковую батарейку. Раз, два, три. Патефон, говори! Меня всегда выручала данная хитрость. Открываешь окно, а там пыль, грязь, особенно вот в этих местах. Сейчас исправим. Продуваем и замываем. Отмеряем и отрезаем. Вот такую антипылевую заглушку. Стоит копейки и подходит на любой профиль. Аккуратно вставляем в паз и плотно прижимаем. В итоге мы получаем эстетический вид и защиту от грязи. Как повесить полку с идеальной точностью? Возьмите строительный уровень и сделайте отметки для отверстий прямо на уровне. Поднесите инструмент к стене и поймайте центр с помощью пузырька. А затем перенесите разметку на стену. В размеченном месте сделайте отверстие. Установите полку и наслаждайтесь точным результатом. Запомните совет. Когда мы работаем коронкой по дереву, то мы постоянно сталкиваемся с тем, что древесина начинает подгорать. Чтобы такого не было, разметьте место и просверлите дополнительное отверстие для стружки. Тогда не будет гари и дыма. Газ есть, а искры нет. Не спешите покупать новую горелку. Открутите два винтика и снимите крышку. Очень часто перетирается провод именно в данном месте. Ну или выходит из строя пьезоэлемент. В таком случае возьмем старую зажигалку, разберем и достанем нужные запчасти. Отрезаем старый пьезоэлемент. Затем зачистим провода. Не забываем про термоусадку. Скручиваем примитивным способом. И теперь можно собирать горелку в обратном порядке. Проверяем и радуемся результату. Такие дюбеля я больше не покупаю. Придумал бесплатную альтернативу. Беру бутылку с прокисшим молоком и снимаю крышку. Затем иду на кухню и вместо вафель выпекаю крышку. Через 10 секунд сворачиваю крышку в трубочку. А затем можно сделать отверстие. И получается полноценный аналог, который держит не хуже заводского дюбеля. Что делать, если заедает язычок в замке мешком на две двери? Не спешите покупать новый. Лучше аккуратно разберите дверную ручку и достаньте защелку. Снимаем декоративную накладку, затем пластину. И перед нами механизм в разобранном виде. Конструкция тут примитивная. Нам нужно убрать металлические заусенцы, которые образовались за время работы. Пошкурили, зачистили, проверили пружину, убедились, что все работает. И снова собираем. Загибаем два лепестка. Берем хорошую изоленту. Стараемся вернуть на место декоративную накладку. Если не получается, то прижмем саморезами. Собираем в обратном порядке и наслаждаемся результатом. Перед тем, как установить новую лампочку, я всегда делаю отверстие в корпусе данной лампы. Но предварительно нужно нагреть корпус, чтобы снять колбу, которая крепится на герметик. Это нужно для того, чтобы вы могли контролировать процесс и не повредили драйвер. Когда отверстия сделаны, можно взять герметик, нанести новый слой и закрыть колбу. Большинство ламп перегорает из-за перегрева, которые вызваны многими факторами. А с таким колхозным охлаждением мы получаем разницу в минус 15 градусов. Продолжение следует... Запомните полезный совет. Если на вашем болгарине закусило диск, и вы не можете открутить гайку, тогда попробуйте такой вариант. Сломайте диск полностью, до самой гайки. А затем подберите металлическую пластину, которая будет равна толщине диска. Наша задача допилить диск до металлической шайбы. Процесс недолгий. Зато потом вы сможете открутить гайку. Продолжение следует...